Очень многие мои друзья, друзья старших поколений, которые занимаются экономикой, очень много моих друзей, которые занимаются журналистикой или защитой безопасности, говорят о том, что все самые важные правила, они написаны в Евангелии. И как раз можно говорить о том, что и правила информационной безопасности, они точно так же сформулированы в Евангелии. И это очень важно, потому что это такая вот эссенция самых важных правил поведения. Для детей самое важное в интернете это вести себя так, как дети хотят, чтобы вели себя по отношению к ним. Это очень важно, потому что если взять статистику, есть такое явление кибербуллинг. Это когда группы детей в социальных сетях пытаются организоваться для того, чтобы устроить травлю своих сверстников. Это явление очень сильно развито, получило достаточно широкое распространение в Европе. У нас, несмотря на то, что наши российские школьники или российские дети в интернете в три раза чаще становятся жертвами преступников, чем в Европе, при этом в несколько раз реже сталкиваются с кибербуллингом, с этой организованной травлей. То есть в Европе кибербуллинг и травля вообще распространены намного более широко, чем у нас в России. И во многом как раз это и можно связать с душой христианкой. Ведь каждая душа человека христианка. И, конечно, для наших сограждан, для самых маленьких россиян это тоже так. И здесь, что самое важное, вот абсолютная такая истина, наши дети, они более добрые. И они по-доброму ведут себя в сети со своими сверстниками. Не так, как европейцы. И это очень важно. Это очень важное такое культурологическое, может быть, элементальное различие. И, конечно, если дети сталкиваются в интернете с запрещенной информацией или искаженной информацией, если мы говорим о подростках, то они должны знать историю нашей страны, чтобы понять, что те идеи, которые распространяются, пропагандируются, они вредны. Например, можно привести распространение идей религиозного экстремизма. Ведь очень часто, почему это происходит, почему идеи религиозного экстремизма или терроризма находят такую благодатную почву? Зачастую это происходит от невежества. От банального невежества, потому что молодежь бывает мало информирована или плохо информирована. Особенно это касается приезжих из среднеазиатских стран, которые метут улицы, потом садятся вечером в интернет и находят какие-то группы, в которых пропагандируются такие крайне радикальные исламистские идеи. И, конечно, они отчасти становятся привлекательными просто потому, что эта молодежь, которая приехала мести улицы, себе плохо и слабо представляет, чем является настоящий ислам, например, традиционный в Российской Федерации, который ничего общего не имеет с этим пропагандирующимся псевдо-исламом. И, конечно, необходимо рассказывать и об этом в том числе. Необходимо рассказывать о наших традициях, в том числе и религиозных традициях, для того, чтобы не стать жертвой сект и различных сектантов, потому что мы также в Лиге Безопасного Интернета фиксируем очень активное действие сектантов и вербовщиков сект в интернете. Потому что сектанты взяли на вооружение интернет. Почему? Потому что в реальной жизни, можно слабо себе представить, что особым успехом увенчались бы потуги вот этих бабушек, которые пристают с книжками свидетелей Яговы где-нибудь у магазинов. Но в виртуальном пространстве, когда человек заходит и возвращается на те или иные интернет-страницы, его можно более эффективно вовлечь в деятельность сект, пригласить на какие-то мероприятия, дать ему дополнительную литературу, погрузить в жизнь секты для того, чтобы потом сделать человека своим адептом. Именно поэтому сектанты очень активно осваивают и используют интернет. И здесь, конечно, также необходимо нести правду. И необходимо рассказывать о истинных целях сектантов, о том, что они просто пытаются распространить свои идеи, попытаются обманным путем завладеть имуществом. Если можно прийти, обработать человека и потом переписать его квартиру на секту, многие сектанты этим пользуются. И получается, что важным в данном случае является как раз публичная информация, открытая информация, в том числе и в сети, о том, как сектам противостоять. И Лига безопасного интернета в том числе этим и занимается, предупреждая пользователей интернета, вообще наших сограждан, о деятельности сект в интернете, достаточно агрессивной, многих тоталитарных сект. Ведь некоторые из них маскируются и прячутся под личиной, это я сейчас говорю о психокультах, о под личиной таких организаций личностного роста. Очень многие являются посетителями таких курсов, которые обещают золотые горы, обещают совершенно иной скачок в иные измерения, когда человек не может представить себе, какие возможности перед ним открываются после таких посиделок, после занятий в таких вот школах личностного роста, где на самом деле психику человека ломают. И все это печально заканчивается для многих таких сектантов. И можно вспомнить несколько случаев, когда известная ведущая Лолита Милявская как раз не так давно в Совете Федерации на круглом столе по сектам, он состоялся 17 ноября, как раз говорила о том, что ее супруг стал жертвой таких вот сектантов. То есть это все очень рядом с нами, и это все в интернете. Поэтому важно понимать, что общество должно самоорганизоваться для того, чтобы все эти напасти постепенно вычищать. И если необходимо, то стоит совершенствовать, менять наше законодательство, в том числе и в том аспекте, который касается сект. Ведь посмотрите, после тех мер, законодательных, в том числе мер, которые были разработаны и внедрены в нашей стране, я имею в виду единый реестр запрещенных сайтов, количество сайтов, на которых продают наркотики, радикально сократилось. И это такие барьеры, которые позволяют как раз обезопасить и детей, и взрослых, и от запрещенной информации, не только от информации, а еще и от вредных последствий, которые могут быть в реальной жизни, в настоящей жизни каждого человека. Если говорить о сценах насилия жестокости, если говорить о компьютерных играх, которые очень часто несут элементы насилия и жестокости и вызывают у детей агрессию, раздражительность, дети начинают слабо концентрироваться. Да, есть позитивный эффект от игры в компьютерные игры, если можно так сказать, повышается скорость реакции. Но, тем не менее, есть и такой достаточно обширный набор противопоказаний в виде насилия и жестокости, в виде повышенной раздражительности, который как раз и приводит к тому, что, как мы видим во многих западных странах, после постоянного времяпрепровождения за компьютерными играми, за всеми этими стрелялками, когда дети берут оружие у своих родителей, приходят в школу и начинают стрелять по своим сверстникам. И это тоже такая одна из болезней западного мира, поэтому стоит внимательно смотреть на то, через какие болезни переходит западное общество, для того, чтобы вовремя и грамотно этому противостоять здесь у нас. Конечно, не стоит забывать о том, что многие компьютерные игры создаются западными студиями. И, конечно, они несут свою идеологию и свои смыслы. Например, Лига безопасного интернета активно выступала против распространения игры «Компания героев. Вторая часть». И дистрибуция этой игры была ограничена в нашей стране, когда советские воины, которые освободили от нацизма всю Европу, представляются какими-то варварами, которые сжигают людей заживо, которые без каких бы то ни было видимых причин тут же на поле боя расстреливают собственных подчиненных, военнослужащих, с которыми должны идти в атаку. И дети, когда играют в такие игры, они же все это принимают за чистую монету. Ведь если посмотреть, какое количество школьных часов уделяется истории Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, многие дети учат историю по компьютерным играм и затем формируют свое представление о стране, исходя из того, как они поиграли в цивилизацию или в какие-то шутеры. И это тоже очень важный звоночек. Особенно учитывая то, что компьютерные игры и вообще распространение компьютерных игр особо не урегулировано законом, в том числе и о возрастной маркировке и об ограничении распространения таких компьютерных игр. Ведь наши компьютерные игры, которые было бы неплохо распространять среди детей, должны, наоборот, воспевать силу русского оружия, выносливость русского солдата. И, например, почему бы не создавать компьютерные игры, которые бы рассказывали о блестящей операции в Крыму в 2014 году или о крымской истории 1853 года или о временах Екатерины II. Поэтому здесь, конечно, нам самим нужно думать о том, как обезопасить детей, в том числе в интернете. И многие родители знают об этом. Вот по статистике 90% родителей, это статистика Фонда общественного мнения, знают о том, что в интернете детям угрожают опасности. Но есть шокирующая цифра. Всего лишь 17% родителей предпринимают какие-то реальные действия для того, чтобы своих детей защитить в интернете. А учитывая, что дети приходят из школы, как правило, в районе 13-14 часов, а родители приходят с работы где-то в 17-18, а пик использования интернета детьми приходится на 16 часов, можно только догадываться о том, что дети смотрят в интернете. И только лишь 17% родителей знают, как защитить ребенка в интернете и совершают какие-то действия. Например, устанавливают программу родительского контроля, ограничивают время, которое дети проводят за компьютерными играми в сети. а, например, не занимаются уроками. Только 17%, конечно, их количество должно быть больше. И это тоже задача нас, как гражданского общества, чтобы рассказать каждому из пап и мам о том, что нельзя оставлять детей в интернете без присмотра. Потому что дети — это наше будущее. Это, конечно же, будущее каждой семьи, но это и будущее нашей страны. И очень важно, чтобы наше будущее выросло нравственно здоровым, чтобы дети росли не в обстановке, когда в перемешку с видеороликами на YouTube о проведении каких-то операций, о стрельбе, убийствах, грабежах, криминальной хроникой, они еще и играли в компьютерные игры, убивая тысячи виртуальных врагов.